Привет, на связи канал за нами уже выехали. Вот стоит уехать из Алматы, как всегда случается какая-нибудь передряга, которую нельзя не обсудить, поэтому не удивляйтесь такой картинке, я сейчас в Таразе, мы снимаем по регионам. Из заголовка вы уже поняли, о чем сегодня пойдет речь. Вот только что стало известно, что в ходе расширенного заседания политического совета партии Нор-Атан, бывший президент страны, но обладатель статуса 0-1 и главного по стране, Нурстан Азербайев передаст полномочия главы партии, действующему президенту, косых же Марту Токаеву. И это если не гром среди ясного неба, то уж точно не скучный поворот. На самом деле определенный шум начался в телеге еще утром, Нур-Ки-З выдали у себя в телеге эту новость, правда потом потерли. Журналист Михаил Казачков тоже публиковал информацию о подобном варианте, хотя в него как-то особо не верилось, я с разными людьми успел на эту тему пообщаться, многим казалось, что это все-таки какой-то вброс. Почему? Ну потому что представитель партии Нур-Атан это не совсем на самом деле фиктивная штука, точнее вообще не фиктивная, я объясню почему. Прямо сейчас, конечно, глобально ничего не изменилось, пока жив Нур-Атан Назарбаев, он остается главой Совета Безопасности страны. Простите мне такое сравнение, но по сути он остается смотрящим сверху за всем, что происходит. Да и партию он пока еще формально не отдал Токаеву, а лишь принял решение о передаче. И эта передача должна состояться на Большом съезде всей партии, а не только, как сегодня, на заседании полицовета. Вот вся сегодняшняя новость, она обретает вес с таким раскладом на будущее, скажем так. Помните, как еще ранее считалось, что Токаев это исключительно промежуточный и транзитный президент, мол, на этот самый переходный период. И, мол, постепенно все-таки проявится основной кандидат. Называли и Самата Абишева, второго по силе силовика в стране, и ненуждающийся в представлении Даригу Назарбаеву. Был возможен вариант, что партия отойдет кому-то из них. Вот для чего? На случай, опять же, часа икс. Глава партии Нур-Атан становится очень влиятельным человеком. У его партии большинство в парламенте, и без чего не согласуется ни принятие ключевых законов, ни назначение на ключевые позиции. Чисто теоретически, глава партии мог быть таким серьезным противовесным действующему президенту. Теперь же получается, что Токаев обретает прям серьезный вес. То, что многие ждут, именно Токаев, если все будет тихомирно по написанным законам, становится и главой совбеса. То есть он станет обладать всеми ключевыми рычагами. И тут шутки про мебель как будто бы перестают быть актуальными. Почему это произошло сегодня, тут мнения, конечно, расходятся. Кто-то считает, что что-то не в порядке со здоровьем 01, и он сейчас решил подстраховаться, чтобы избежать потом после его ухода волнений в стране. Кто-то подозревает, что это очередной хитрый ход в этой шахматной транзитной партии. Но прямо сейчас звучит это так, Токаев становится по-настоящему весомым, и это правда интересно. Это максимально короткий выпуск, вот когда мы его записываем, вроде как даже политсовет еще не закончился. Сейчас еще в тех же телегах об этом писали, возможно, серьезные перестановки в правительстве и в акематах. Поэтому наверняка скоро вернусь, где обо всем этом мы будем говорить еще подробнее. Поэтому подписывайтесь, что думаете по этому всему, и обязательно пишите в комментариях. Ну все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok